Подводные джунгли Криптокорина родственная одна из самых распространенных в аквариумистике криптокорин Внешне выглядит как куст без стебля с длинными листьями ланцетовидной формы, собранными в прикорневую розетку Окраска листьев с лицевой стороны темно-зеленая, с изнаночной бордово-фиолетовая Растение достигает высоты 30-35 см и отлично подходит для тропического аквариума Температура содержания 20-28 градусов, но желательно не ниже 20, так как в этом случае рост сильно замедляется Жесткость воды от 8 до 20 градусов, реакция PH нейтральная или слабо щелочная При содержании растения в мягкой воде осторожно с подменами, так как при резком изменении PH в мягкой воде Криптокорина подвержена так называемой криптокориновой болезни Листья превращаются в киселеобразную массу и отмирают Иногда это происходит и при резких сменах химических параметров воды Например, подмены большого количества воды Особенно, когда эти подмены происходят не на регулярной основе, а редко Такое часто вот тоже встречается К освещению растение не требовательно Хорошо переносит затенение, но при этом его окраска становится более светлой Световой день не менее 12 часов Размер частиц грунта особого значения не имеет Но я рекомендую, как обычно, использовать фракцию 3-7 мм И очень желательно, чтобы грунт был заилен Также при высадке растений в новый аквариум Желательно подкладывать под корни шарики голубой глины Или удобрения в виде таблеток Криптокорина родственная, болотное растение И может также содержаться в условиях полюдариума или влажной оранжереи Размножаются растения вегетативно Корневыми отводками, которые в больших количествах появляются недалеко от материнского растения Если нужно, то от материнского куста Отделяют детку с 3-4 листьями и высаживают на новое место Но можно не трогать дочерние растения И через некоторое время получится симпатичная криптокориновая рощица В аквариуме это растение отлично заполняет передний план И в заключении я бы хотел порекомендовать Начать свое знакомство с представителями рода криптокорин Именно с этого вида криптокорина и афинис Так как это одно из самых неприхотливых к условиям содержания криптокорина На этом наш выпуск закончен Надеюсь, что видео было для вас полезно и понравилось Пишите об этом в комментариях и в группе ВКонтакте А и на этом я вам желаю много удачи в нашем интересном хобби Всего доброго и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok